Настоящее шампанское все-таки существует. Правда, чтобы попробовать его, нижегородцам придется отправиться в Абхазию. Именно там производят прекрасные игристые вина из высококачественного сырья. Начинается все, конечно же, с винограда. Его здесь в достатке. Урожай винограда в зависимости от сорта, значит, от 10, 12, 15 тонн с гектар. А гектаров сколько? Гектаров здесь около 150. Но мы имеем еще очень чистый район. После переработки ягод получается виноградный сок, который в дальнейшем сбраживается и поступает в цех шампанизации. В течение двух месяцев вот в этих больших емкостях тихое вино превращается в игристое. Происходит еще раз брожение. Но брожение под давлением, с накоплением. Из-за этого происходит естественное накопление СО2. То есть не искусственно, не задается... То есть газ не добавляется? Нет, это в процессе брожения, и этот газ растворяется в дне. Это и есть шампанское. Все, что получается на выходе, тщательно проверяется в лаборатории качества. Она построена на высочайшем уровне и исключает даже незначительные отклонения от норм и технологий. Мы проверяем наши напитки. Вина, игристые, тихие. Самые главные компоненты – это показатели, вернее, это титруемая кислотность, это СО2, также спирт. Вот видите именно аппарат, с помощью которого мы перегоняем. Вот, кстати, да, Анатолий. Перегоняем вино, получаем дистиллят и определяем на другом аппарате. Аналогов подобной лаборатории в мире немного. Да и все оборудование на заводе новейшее. С его помощью предприятие выпускает миллион бутылок шампанского в год. Но это еще не все. Второй миллион – это другая продукция компании. Это игристые вина, это тихие вина, это крепкий алкоголь, на текущем моменте столько чача. В нем будут еще продукты. Мы производим генеральную воду, производим лимонады, производим пиво. Всего на заводе производят более 30 наименований продукции. Часть из них уже поступает в Россию. Правда, пока, чтобы найти абхазское шампанское в российских магазинах, придется очень сильно постараться.